Братья Богдановичи победители первых европейских игр. В Баку проходят соревнования континента, в копилке белорусов уже пять наград. Они во втором тайме справятся и забьют. Победы и поражения о футболе на Спартаке и Торпедо. Репортаж нашей съемочной группы с двух главных спортивных арен Могилева. Папа меня привез в этот спорт и мне понравилось им заниматься. Взлеты и падения больших и маленьких. Спорт М побывала на мотокроссе. Днепр по-прежнему продолжает атаковать. Левицкий пас на Терещенко, проход по левому флангу, навес штраф. Ну, Сазанков чуть-чуть не хватает. Это программа «Спорт М» и на футболе на стадионе «Спартак» в Могилеве, где местный Днепр играет с «Березой» и очень сильно хочет победить для того, чтобы вновь укрепиться в лидерских позициях. В турнирной таблице первой лиги о футболе подробнее прямо сейчас расскажем. До этой игры Днепр отставал от первого места, где расположилась команда «Ислыч» на одну очку. Побеждай и жди осечки лидеров матча с городей. Последняя от Могилевча не зависела, а вот первый вариант весьма просматривался. С чем и соглашались зрители. Ну, честно говоря, я давно не был на футболе. Последний раз ходил, когда еще Днепр в высшей лиге играл. Ну, я сейчас посмотрел, они неплохо идут, второе место удерживают. Но ожидаю, что как минимум вообще нужно выигрывать, если претендуем на что-то серьезное. Поэтому ожидаю победы. Сегодня, ну так, как всегда, Днепр будет в атаку стараться. В первой лиге играем, как бы для зрителей нужна игра. Ну, думаю, сегодня выиграем. Каким счетом? 3-1. С такими ожиданиями мы и стали смотреть игру. Стоит отметить, соперник «Береза» – команда, составленная из игроков столичной динамовской школы. Той самой, которая с года в год обещают свергнуть БТ с чемпионского трона, но слова ими только и остаются. Правда, в этом году наш Днепр эти разборки высшей лиги не интересуют. Нам самим туда еще надо попасть. Пока попадаем. Днепр в игре со столичной молодежью показал, переходный период закончился. За первый месяц до чемпионата белосини возмужали, наладили взаимопонимание на поле и стали все больше забивать. В этой игре началось с Сазанкова, замкнувшего навес от Левицкого. Далее долгие кружева и гол капитана Тупчева. И третий от Дениса Образова. Стараемся, работаем над этим. Плюс хороший сейчас такой отрезок игры. Мало тренировок, много игр лучше играть, чем тренироваться. Поэтому все в тонусе. Как бы усталость вроде есть, но все равно приятно. А Ислач все-таки проиграл и городеи. Днепр после девяти туров первых в первой лиге. Чемпионат продолжается. Ну мы перемещаемся на Могилевский стадион Торпеда, где состоялась игра второлиговых местного Торпеда и клуба из Жлобина. На самом деле эта игра стояла в своднем расписании ранее Днепровской, но сегодня СпортЭм решила поменять хронологию событий и поступить по рангу. Днепр первый в первой лиге. О нем и начинали наш выпуск. Торпеда играет во втором. О нем и продолжим. Коты, птицы, собаки – частые гости на футбольных полях низших дивизионов. На Торпеда забрел этот славный пес. Повеселил публику и на несколько минут задержал начало матча. Гости с первых минут завладели инициативой. Начупали брешь на правом фланге и раз за разом стали убегать от торпедовских защитников. Гол, как говорят в таких случаях, назревал. С таким счетом команды ушли на перерыв, а мы отправились на трибуны за впечатлениями. Мы победим. Уверен? Да, сейчас будет переломный момент, и мы победим, возьму игру в свои руки. Ну, хорошее, мне понравилось. Ну, чуть-чуть на наших, больше атаки. Но они во втором тайме справятся и забьют. Часто ходите на футбол? Ну, каждую домашнюю игру. Блин, что торпеда? Конечно. У меня здесь играет брат, но, правда, во втором периоде. Так очень нравится. Как фамилия? Хомченко. Удачи ему. Не хватает Филиппова, голову не хватает. Ну, не везет пока. Травма, травма. На последней тренировке в четверг катянул приводящую мышцу. Бил поворотом, неудачно ударил, катянул мышцу. Думаю, что на неделю точно выбил, еще в следующей игре навряд ли надо. Следующая игра у торпеда с Рогачевым на выезде. А пока надо было доиграть тайм второй. А в нем хозяева пропустили еще дважды. 3-0 поражение торпеда от Жлобина. После игры главком желто-синих пытался найти причину поражения. Перед игрой думали, что возьмем три очка. Но так получилось, видите, что они особо без движения. Мы почему-то, я не знаю, почему без движения. Вроде тренируемся пять дней в неделю. Так получается, я не знаю. Молодежь, у меня уже нет эмоций, нет сил. Что-то им рассказывается. Я думаю, я буду их не учить футбол играть, а что-то наигрывать. А получается, половину команды приходится учить еще футбол играть. Команда, созданная год назад, которая играет дебютный сезон в чемпионате Беларуси, после шести туров во второй лиге идет на пятом месте из десяти. Трежды победила, трижды проиграла. Забила десять голов и девять пропустила. Вот такая промежуточная статистика. Каноисты из Бобруска Андрей Александр Богданович и завоевали золотые медали на европейских играх. На грибном канале в Менчакире белорусы выиграли финальный заезд в Каноэ на дистанции 1 тысяча метров с результатом 3 минуты 34 и 412 тысячных секунды. Еще один представитель нашей области Максим Петров на Каноэ-одиночке на дистанции тысяча метров занял пятое место. На данный момент в медальном зачете белорусы идут на девятом месте. В нашей копилке одно золото, одно серебро и три бронзовые медали. Европейские игры продолжаются. В Могилеве прошел открытый чемпионат области по мотокросу на территории экстрим-парка. Гонщики соревновались в различных классах, участие в которых приняли более 80 мотоциклистов из Беларуси, России, Германии и Чехии. Отчаянную борьбу спортсменов можно было наблюдать практически во всех заездах. А дети поражали своим мастерством на уровне взрослых. Заносы, падения и прыжки не пугали юных гонщиков. Папа меня привез в этот спорт и мне понравилось им заниматься. Когда я вырасту, я стану гонщицей, как папа. И это неудивительно. Маленьких спортсменов поддерживают как родители, так и тренеры. Ведь они воспитывают не только характер, но и будущих чемпионов. Соревнования этого уровня только начало. Ведь уже есть задумки о том, чтобы сделать Могилевскую трассу всемирно известной. Трасса проводить можно под чемпионаты мира. Поэтому на следующий год мы включим обязательно чемпионат Европы. Такое международное соревнование. То, что это лучшая площадка, нет сомнений и у зарубежных спортсменов. Я занимаюсь этим видом спорта на протяжении многих лет и часто бываю в России. Это тысячи новых соперников. Я был на многих соревнованиях, но здесь лучшая площадка. Сложно-динамичная трасса позволила спортсменам в полной мере продемонстрировать свое мастерство, упорную борьбу, азарт, эмоции и волю к победе. А зрители и болельщики увидели, на что способны настоящие профи. Это была программа «Спорта». Мы рассказали о всех новостях спорта, но о спорте еще не все. Сразу после нашей передачи смотрите нашу веселую летнюю рубрику про фитнес. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова